У меня пришла новая посылка с пилками, 10 штук, но больше всего меня удивило то, что бумажный пакет никак не защищен. То есть его вот размотали и открыли. По идее можно вытащить и пустой пакет дальше отправить или, не знаю, там, что угодно положить, а пилочки забрать себе. Пилочки неплохие для пилы, я их брала геля, но вот такого плана, точно такого же точнее, я брала на садоводе за 35 рублей одну штучку. Эти пилки 112 рублей 10 штук. Их надолго не хватает, они очень быстро выходят из строя, хотя на сакве я брала по 10 рублей пилочки для пилы геля, тоже 180 на 100. У меня они понравились больше, но все равно пригодятся, мало ли так, вот срочно понадобится что-то. Пилочки, в принципе, неплохие. У них пластиковая внутри подложка, они упругие, но недолговечные, хватит, наверное, на два раза пила одну пилку. Хотя должна быть с фольгой. Это посылка от Born Pretty, и что удивительно, я заказал три позиции, на внешней стороне всего лишь написано две. Вот сейчас посмотрим, сколько на самом деле внутри. На самом деле три. Пакетик пустой, и внутри три позиции. Фольга это на... Ой, вообще маленькая. Фольга это не для многоразового использования, конечно. То есть хватит на один маникюр. Если только один там пальчик будет сделать, то побольше. Но вот эта фольга я вижу, и мне кажется, я такую не заказывала, по-моему. Может, заказывала. Надо посмотреть точно у продавца, какие были. Ну, как всегда, в отдельных пакетиках. Ну, прям маленькие. Мне кажется, у прошлого продавца были больше. Но он такая, увесистая. Как будто отрезанный сбоку. Больше всего животного принта у них. Вот это красиво будет смотреться очень на ногтях. Те какие-то не очень. Вот это симпатичные. Вот это тоже. И волны. Вот волны как раз, если на моль куда-нибудь поехать. Отдыхать как раз. Внутренняя сторона розовая. Первый раз такую фольгу вижу. Обычно она такая матовая. Ну, также матовая, но она молочного цвета. Так, следующее. Ну, тут рисунки поинтереснее. Даже защитные есть. Под военной формой. В принципе, много симпатичных очень. Будет из чего сделать маникюр. Так, это все один набор был. Следующий набор. Ну, тут она вообще узенькая. Прям ровно на готовку. Вот чуть длиже ногти и уже не поместится. Ну, вот она вот такая другая. Смотри, она уже другая. С градиентом все. И это тоже. Ну, интересно, маникюр так сделать. Не надо градиент делать из фольги. Бензиновые разводы. Ольга. Однотонные. Вот это вообще прозрачные. Но вот на темном цвете. Ну, на темном, наверное, вообще хорошо будет смотреться. Еще одна прозрачная. Вот это интересно. Эффект есть такой. Есть эффект у лака. Растрескивание. Вот как-то похоже. Можно так сделать. Вырезать именно ту часть, которая будет по высоким эффектам. Так. И последняя ее набора. Тоже красивая. Прозрачная. Ну, есть повторяющиеся, мне кажется. Ну, хотя нет. Они все разные. Даже вот эти прозрачные, они все равно имеют разный рисунок. Ну, за свою цену я заказывала все вот эти три набора. Они у меня вышли с купоном. Я брала. Они что-то 140 рублей, что ли, вышли. Я ссылки на них оставлю под видео. В принципе, фольга мне понравилась. Если вам интересно, пишите в комментариях. Я сниму отдельное видео, как фольга эта работает. Пока клея у меня нет, я могу отпечатать на гель-краску или на гель-лаке. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Красивых и здоровых вам ноготков. Пока-пока.